Всем привет! Сегодня вторник, и вы слушаете подкаст «Звуки футбола». Меня зовут Михаил Поленов. С радостью представляю сразу же гостей сегодняшнего выпуска. Сегодня дебют. Андрей Родных, шоумен и автор программы «Такое кино на ТНТ» в гостях. Андрей, привет! Здравствуйте! И ведущий этой программы. Да, да, естественно. Я искал автор. Это хорошо. Автор и ведущий программы «Такое кино на ТНТ». И Дмитрий Шнякин. Сегодня просто шоумен и Дмитрий Шнякин. Дима хороший человек. Да, привет. Это мы сейчас проверим. Ну ладно, давайте тогда начинать, собственно, подкаст. Поехали! А давайте начнем мы с, на самом деле, не очень радостных событий. Сегодня не стало легендарного для мадридского реала игрока. Пако Хенту сегодня умер. Футболист, который, ну, рекорды которого никогда, наверное, никто не перебьет. 12 раз выигрывал чемпионат Испании. 6 раз выигрывал Кубок Европейских Чемпионов. И это легендарный игрок, который еще, собственно, до Ди Стефана, до Пушкаша оказался в реале и провел там 20 лет. Наверное, вообще так часто бывает, что меняются как бы... Со временем очень часто говорят, ну, тогда футбол был другой. Но все равно ведь всегда актуально одно и то же. Забивать голы, выигрывать титулы. Класс. Да, наверное, какая-то там манера меняется. Но то, что Пако был великим игроком, это, наверное, неоспоримо. Всегда, конечно, говорят, что и футбол поменялся, и хоккей поменялся, и то, что Уэйн Грецкий в наше время бы столько не забил, и то, что футболисты бы, скажем так, тех лет в наше время бы не забивали. Но когда речь идет о командном достижении, то, мне кажется, здесь все... Это вообще интересная тема. Мне кажется, самое важное, это, конечно, весело и иногда медийно сравнивать статистику футболистов разных времен. Если мы про это говорим, да? И, конечно, мы сейчас следим за Овечкиными и прочими историями. Но мне все-таки кажется важным не смешивать эпохи. И вот всерьез не сравнивать, потому что каждый хорош в свое время. Большой вопрос, как, не знаю, играл бы Месси или тот же Роналду в старых хреновых разбитых бутсах и в обкуренной раздевалке. Да, когда, кстати, можно было курить. Курить, выпивать и так далее. И наоборот. И наоборот, понимаешь? С учетом того, что, да, футбол... В целом, просто ценить и вот подсвечивать вот эти истории, истории о легендах. У нас не очень много наших внутренних российских событий. Происходят кое-какие трансферы. И, например, Локомотив нашел замену Федору Смолову, взяв нападающего в сборной Чехии, который... Как вам кажется вообще... А, не Чирлидершу, да? Нет? А были такие планы? Ну, мне казалось, единственное, что не хватает этому составу Локомотива. Это хорошие, мощные команды Чирлидерш, которые будут развлекать в перерывах. А Южная трибуна мне не подходит? Ну, а это же фанаты. Опа! Это же... Такая шуточка была с двойным... А все фанаты в той или иной степени Чирлидера? Ну, в каком смысле? Не, ну это отдельно. Чирлидер, Чирлидинг — это вообще как отдельный вид спорта, отдельный вид искусства уже. И в ближайшее время чуть ли не олимпийский вид спорта. Еще один вот такой будет? Да, так что это уже в какой-то момент мы будем переживать не только за Локомотив, где-то там вышедшего в Евровесну или в Лиге Чемпионов, но и за его группу поддержки. Ну, хорошо. Кстати, вот интересно, а какой может быть допинг у Чирлидеров? Хотя Чирлидеры вообще странно, это, наверное, должен быть женский, как синхронное плавание, а потом появится там уже в Лосинах. Конечно. Которые поддерживают. Да, да. То есть, на самом деле, все то же самое, что и в акробатике. Это такое душнило, да, включило? Нет, мы зато прекрасно знаем, какой допинг у тех, кто смотрит. А, это да. Там-то да. Никаких не может быть, да, вариантов. Ну, хорошо, ладно, давайте тогда. Чего, ну, у Лока, да, у Лока новонападающий, который, насколько я понимаю, ну, понятно, мы сейчас можем только судить там по YouTube-нарезкам или по материалам коллег, которые в теме по цифрам, но, судя по всему, это все-таки нападающие гораздо более подвижные, чем Федя, да? Да, объемный, как принято сейчас говорить, энергичный, то есть, мы, опять-таки, намекаем на тот трессинг, который Локомотив пытался культивировать, то есть, там нужен более агрессивный, подвижный форум. И он же пришел к нам из чемпионата, где являлся чуть ли не лидером бомбардирской гонки, соответственно, они не просто, да, не оба кого взяли, то есть, человека, который знает, как забивать и знает, как много забивать. Единственное, как он вклинится сейчас в новый уже Локомотив, можно говорить, что это новый Локомотив, с учетом большого оттока футболистов, который сейчас планируется, я знаю, что там они планируют отдавать в аренду и продавать. Да уже пошел этот отток, приток и так далее. То есть, да, они же сейчас, по большому счету, выйдут с зимнего перерыва, с сборов, в каком-то новом составе, новая схема, либо старая схема с новыми исполнителями, то есть, будет интересно посмотреть. Кто-то писал, я вот так не понял, произошло это или нет, Антон Миранчук стал все-таки самым возрастным в Локомотиве или только-только будет? Да, это красиво. Ну и показательно, да. Ну, на самом деле, это же интересная история, ребят, что впервые российский клуб, мы часто говорим про вот эту схему, под которую мы там приписывали Уфу, что вот команда, которая на вырост, которая вот как в Европе, как в Бельгии, где-нибудь там в таких странах, с которыми мы сравнимы по своей футбольности, берут, развивают футболистов, показывают какой-то заречный футбол, потом продают и нормально живут. Но у нас такое впервые может произойти именно с тот клубом. Ну, то есть, хочешь, чтобы мы превратились в такой микро-Аякс? Нет. Ну, совсем микро, подожди, но совсем. Пробник, нет? Ну, 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 что-то попробовать, почему нет? Ну, то есть, в этом направлении. Ну, мне кажется, Локомотив, насколько я понял, не все понятно. Ну, выглядит так, выглядит так. Не все понятно, да, что связано с этим. То есть, они покупают достаточно молодых футболистов, которым есть что доказывать, который, видимо, рассматривает Локомотив как платформу для прыжка куда-то в более серьезные чемпионаты. Ну, в отличие от Аякса, где, собственно, своими воспитанниками они обходятся, никого особенно не покупая, просто воспитали, продали. Ну, иногда. Ну, да, я имею в виду, что они все равно покупают с прицелом на то, что этот человек обрастет еще и мясом, и финансами. Мне, на самом деле, импонирует политика Локомотива. Единственное, что меня смущает, это отсутствие информации, которая, как правило, шатает массы фанатской культуры. И если бы было чуть открытие Локомотив в плане того, что, ребята, мы делаем вот это, вот это, вот это, для того, что вот это, вот это. Меньше слухов, меньше недопонимания, меньше каких-то вбросов в СМИ было бы. И тогда было бы прозрачно. Но это касается не только Локомотива, в принципе, всех наших клубов. Ну, Локомотива просто сложена конкретно вот в этот период сейчас зимой, потому что футбола нет, мы не обсуждаем игру Локомотива, но так много с ним связано в контексте трансферных и всех этих переворотов, историй, что мы вынуждены догадываться, додумывать что-то. Поэтому я согласен, лучше бы нам подробнее все это объясняли. Я говорю, тогда срезали бы вот этот пласт людей, готовых вкинуть в Твиттер какие-то инсайды с отсылкой на достоверные источники? У которых есть свои достоверные источники? И это, скорее всего, водитель клубного автобуса, который видел каких-то людей. Причем другого клуба. Да, из окна. Два водителя, когда приезжают в аэропорт провожать своих футболистов. Не знаю, мне кажется, проблема нашего футбола, она СМИ точно касается. Потому что если в зарубежных клубах существует несколько человек, которые могут выйти к фанатам, к средствам массовой информации и все рассказать, я сейчас не говорю о главных тренерах или их ассистентах, а именно вот пресс-служба. У нас как-то так не получается. У нас все время, вот обратите внимание, за последнее время, как часто болельщики требуют, вы идите к нам, объясните. Это касается и Локомотива, и Спартака. Они этого требовали всегда, как только результаты были. Ну, слушай, если они этого требуют, ну давайте это сделаем. В чем проблема-то, господи? Ну, Локомотив мы это уже обсуждали тоже в одном из выпусков «Звуков футбола», ту самую знаменитую пресс-конференцию, которая только лишь сгустила туча, а не развивала. Ну, когда вышел Гиздаль, по-моему, не Гиздаль, а Менеджмент, да, когда они добавили столько непонятностей, что стало еще хуже. Да, и до сих пор это вопрос, как... Хорошо, вы покупаете там молодых игроков с перспективой продажи, но вы же понимаете, что вы не можете идти параллельным курсом. Вам нужен результат здесь и сейчас, вы должны попадать в Лигу чемпионов. Его захотел Касперини в Италию. Это было, да, это был классный промоушен. А все остальные, тем более вот эти молодые ребята, которые приехали под Рангника, под его обещания, под его договоренность конкретно с ним, они сейчас как себя чувствуют, что приехали больше, а его нету. Тоже интересная эта позиция. Казалось бы, все правильно, ты покупаешь молодых пока ноунеймов, пока, но с перспективой. Они за год, за два должны обрести какой-то некий статус, вырасти в глазах скаутов, и на них должны обратить внимание какие-то ресерчеры из топовых чемпионатов. Но если эти молодые ребята не играют в топовых матчах, как ты правильно заметил, тогда кто на них будет смотреть? Вряд ли кто-то из Арсенала будет целенаправленно приезжать, хотя, возможно, я допускаю такие моменты, и смотреть матч «Локомотив-Уфа». Ну, вдруг. Но маловероятно. Нет, но это странно. Только если он приехал в Россию по каким-то другим делам, у него закрыли страну на карантин, или паспорт потерялся. Да, сам Ракникова позвонил, говорит, приедь, пожалуйста, вот есть парень, посмотри. Возможно. Но это тоже странная позиция. Купить молодого игрока, чтобы через два года продать. А как ты будешь выстраивать долгоиграющую философию команды? Ну, так и живут клубы. Нет, я понимаю, но все равно клубы задерживают каких-то футболистов на достаточно продолжительный промежуток времени. Если мы не говорим о Азаре, который просто нашел себе шикарную дорогостоящую скамейку. Мне вообще, честно говоря, кажется, что вот это сравнение с Аяксом и с другими клубами в нашем случае не очень уместно. Потому что все-таки, ну, во-первых, у Аякса есть… История. Есть история. Да, локомотивы Юниш. Подожди, подожди. Есть такая страна замечательная, Суринам, из которой традиционно выходило очень много игроков. Там все заточено. Там уже на месте построены академии, поля, работают тренеры и так далее. Там подход голландский, аяксовский годами, десятилетиями выстроен. Это работающая система. Когда к нам приезжают, пускают топовые менеджеры и говорят, мы сейчас построим эту систему, я им не верю. Потому что это нельзя построить за полгода. На это нужно 30 лет, чтобы у тебя вот так это работало. Чтобы ты продал Зиеша, взял какого-нибудь там Маракеша, никого не хочу обидеть, и он лучше даже. Но не согласен. И ты через 5 лет его продал. Вот я как выпускник физкультурного факультета считаю, что на сегодняшний день, когда мы живем в эпоху современных технологий и менеджмента, законы менеджмента одинаковые везде. По большому счету, почему Аякс так долго выстраивался? Потому что они внутри своей страны делали то, что могли внутри своей страны. То, о чем ты говоришь, достаточно взять 4-5 хороших специалистов, которые приедут, которым будут доверять, дадут ресурсы, и они это сделают за год. Ну просто они выстроят тебе платформу и инкубатор. А вот в этот инкубатор, кого ты будешь уже интегрировать, это вопрос непосредственно к локомотиву. Ну если мы берем как локомотив. Потому что на самом-то деле ты берешь юниоров, академию, дубль и так далее, и так далее. Там должны... Не, Андрей, сейчас тебе Миша немножко про другое. А про что? Они могут за 3-4-5 лет, как ты говоришь, что-то выстроить, но плоды... Ну я же говорю, инкубатор-то мы построим. Это все будет происходить... Вопрос же в людях. В полтора десятилетия минимум, да. Потому что, ну, как ты не крути, это с детства все нужно начинать. И мне, на самом деле, ну сейчас, если о более актуальных вещах говорить, мне интереснее другое. Сможет ли локомотив не ушатать, так хотя бы расшатать лигу в плане того футбола, который Гиздель команде предлагает. Мы это видели, вот мне, например, до сих пор перед глазами, пускай там результат был слабенький, но то, что происходило в Турции, помните, с Галцараем? С Галцараем, да. Когда, ну, просто не то, что там с шашками на голову, а забыв вообще про собственные ворота, в конце, при 1-1, в Турции, души, Галцарай, могли там 5 пропустить, 4 забить и так далее. То есть вот такая игра с высокой линией прессинга, ну, что-то совершенно новое для российской лиги. И вот если Шварц и Гиздель это будут навязывать нашей лиге, может быть, она и меняться будет? Может быть. Это вообще, кстати, один из таких важных факторов, потому что запоминаются смелые команды, запоминаются те, которые забивают, те, которые играют агрессивно, потому что это сложнее, это выглядит для глаза приятнее. Вообще тенденция сейчас гораздо более агрессивная игра, то есть это высший прессинг, это динамичнее и так далее, и все больше и больше давления. Мы смотрели, когда чемпионат мира 2006 года, Юрий Розанов придумал песенку «Низовой чемпионат», потому что там никто не забивал голов, и все старались играть от обороны. Это время прошло, сейчас по-другому. У нас лига, посмотрите на наши клубы в Еврокубках. Ну, я прошу прощения. Побаиваемся. Они ссыкливо играют почти все. Вот «Зенит» сыграл с «Челси» в последнем туре. Чего же вам так мешать-то играть? Кто-то скажет, у «Челси» другой состав был, но это их проблемы. Ну, это же... Ну, возможно, вот в таких матчах футболисты и хотят себя продать, а в остальных матчах не хотят. Таких матчей бывает шесть. Ну, вот он накопил силу на шесть матчей, шесть матчей и выдал. Ну, смотри, ты говоришь про «Зенит», который играет шесть матчей против «Челси» и аналогичных клубов, а остальные матчи играют против Ростова, Краснодара, Уфы, Химок, ЦСКА, где особо, ну... Ну, из-за этого списка, знаешь, Ростов, Краснодар, ЦСКА — это те игры, где поднапрячься-то надо. Нет, это понятно, поднапрячься, но с учетом длины скамейки «Зенита» это не так сложно сделать, как против «Челси». Она достаточно условная. Ну, например, ну... Она хорошая, это скамейка. Мысль такая. А сейчас она еще короче будет. Ну, сейчас она, да. Судя по всему, если уйдет «Азмун» и «Господин». Ну, там вроде бы дзюба остается. Чего, какие еще? Ну, ладно, хорошо. Слушай, я хотел там еще немножко нас сравнить с бельгиецами, о том, что у них вся лига такая, например, которая бежит и забивает. Ну, ладно, бог с ним. Ой, мне как в Бельгии сейчас нравится клуб, который идет по сценарию фильма «Человек, который изменил все». Кто сейчас лидирует в Бельгии? Юнион. Господи, забыл, как он называется. Я просто посмотрел про них статью, прочитал. Мне очень понравился их подход, что они набрали футболистов, которые не шибко кому-то и нужны были. И вот этим составом на сегодняшний день они, по-моему, лидируют в чемпионате Бельгии. Составом тех футболистов, от которых по каким-то причинам отказались, или они были в дубле, или на правах свободного агента. Сен-Джелас. По-моему, вот о них идет речь. Как раз они сейчас... Вообще клуб, у которого трансферная стоимость чуть ли не предпоследняя в лиге по составу, но там набор игроков, которым есть что доказать. Их взяли, им доверили, и они такие, опа, и начинают там два нападающих, которые там 18 голов. Ну, короче, я в цифрах буду путаться, но если это тот клуб, о котором я прочитал, то это прям очень интересная история, которая говорит о том, что на сегодняшний день, если нивелировать сверх какие-то там материально-технические подготовки футболистов, таких, например, как там в реалии, понятно, там в английских чемпионатах, там тренировочная база такого уровня, что, ну, стыдно приезжать туда и не играть. Если мы нивелируем материально-техническую базу, то, оказывается, есть еще какие-то некие психологические аспекты, которые заставляют футболистов прыгать выше головы, и вот этот клуб показывает, что это можно сделать. Про тренировочную базу и про стыдность сейчас тоже поговорим. Что, была история, да? Забавная история была в Англии, да. А, собственно, забавная история в Англии связана все с тем же Райфом Рангником, который... Поссорил раздевалку? Нет, нет, хуже. Он приехал на базу и забыл, что дал игрокам выходной в этот день. Он, значит, приезжает на парковку и ждет, когда приедет компания, которая будет проводить тесты для игроков, потому что они должны на каждую тренировку пройти тесты. А он не удивился, что он приезжает, а нет Роналда? Сначала нет, сначала нет. И, значит, ну, он там что-то там стоит, ждет, потом начал звонить, ему говорят, мистер, а вообще-то вы всем дали выходной. Он развернулся и поехал обратно. И, конечно, это в английских Daily Mail об этом написало очень так забавно. А, ну, короче говоря, ведь про него и здесь, ну, давно уже говорят про Рангника, что это история из серии «Дед пей таблетки, а то по жопе получше», потому что уже Рангник, мягко говоря, несколько лет, ну... Скажи спасибо, что на базу Локомотива не приехал, например. Да скажи спасибо, что он хотя бы помнит, куда ему надо приезжать, что куда-то надо. Ну, вообще, такая история, ну, скорее, кажущаяся всего лишь какой-то случайностью, но если на все это смотреть в контексте последних результатов Манчестера Юнайта, в первую очередь игры, которую команда показывает, ты понимаешь, что... Что-то не так. Будто бы он недолго продержится там. Нет, было бы... Ты не пришел, он пришел до конца сезона. Мне кажется, там было бы страшнее, если бы наоборот. Типа ребята приехали на тренировку, сдали тесты, пинают мячики, а его нет. Ему звонят, дед, ты что? А, сегодня что ли? О, ешкин, а я тут что-то закатки делал. Ну, ладно, сейчас. Я только прыгнул в тачку и поехал. Ну, по идее, не факт же, что он тренировочный процесс. Как Алекс Фергюсон, тоже ведь тренировку не уходил. Нет, слушайте, но от главного тренера в первую очередь должна исходить же мысль, некая философия, которую подхватывают ассистенты, там кто-то защитникам ее доносит, кто-то полузащитникам, атакующая группа, вратари, понятно, но мысль же это основополагающая работа тренера, на мой взгляд. Например, когда он говорит о том, что я хочу, чтобы вы сделали то-то, то-то и то-то, показывают это на схеме, рисуют, они что-то пробуют и потом разбиваются на группы и все это доводят до совершенства. Я думаю, что Пеппа Гвардиола тоже же с ним переезжает весь его тренерский штаб, так же, как и у Юргена Клопа сформировался, у него там отдельный человек, который вообще отвечает за стандарты вброса и вауты. Я знаю, что кого-то в ЦСКА, по-моему, взяли тренера по акробатике, который работает с фратарями на сегодняшний день. То есть, Рагник, возможно, пришел с какой-то мыслью. Кстати, последнее интервью, которое дал Криштиану, он сказал Роналду, естественно, он сказал, что ему нравится та философия футбола, которую доносит Рагник. Это несмотря на то, что многие обвиняют самого Криштиана Роналду, что с его приходом Манчестер раскололся, кто-то его поддерживает, кто-то нет. Соответственно, сейчас непонятно, какую сторону примет Рагник, потому что один, казалось бы, футболист, но он настолько влиятельный и настолько давит на все остальное, что... Так я, слушай, так и не понял, в смысле он этот Рагник пришел с этой мыслью, и она что, соответствует? Ну, вот Криштиана сказал, что да, типа, пока соответствует. Ну, мне вот все больше нравится высказывание Карпина, хотя оно абсолютно не новое, не сверхоригинальное, которое было у коллеги Доргского в последнем видеоинтервью большом, где он говорил, что, возможно, это прозвучит, как Крамола, но для тренера больших клубов будто бы и задача попроще, и, скажем так, не таким скилловым он должен быть, как тот специалист, который должен вытягивать многое из малого, да, из состава не самого качественного. Ну, логично. Ну, хотя тоже достаточно спорно, но в данном случае скорее нужно быть психологом и человеком, который умеет управляться со звездным коллективом. Вот это самое важное. То, состав-то у Манчестера и на этот как-то не крути, все равно топовый. Реально крутой. Так, Криштиана и сказал о том, что мы, причем так интересно, Криштиана сказал, что Манчестер это тот клуб, который должен быть в топ-3, а Руни сказал, это тот клуб, который должен быть в топ-1. Вообще. И мне кажется, еще бы иначе сказал. Ну, Руни так, да, мне кажется абсолютно правильно, что психология это то, чем должен обладать тренер вот в первую очередь. Это то, мне кажется, что упускает Почетина на сегодняшний день в ПСЖ. Ну, потому что там такой состав, а они-то, ну, надо столько забивать. Он реально не может не найти подход. Вот я клянусь, но не может Месси так играть. Ну, судя по всему, недолго осталось. Ну, там же, Зидан, говорят, уже купил себе чемодан. Луи Войтон, наверное. Ну, какой-то. Видимо, какой-то большой, видимо, потому что надолго. Ему есть багаж, который перевезти обязательно. Ну, там три сына, как минимум. Если говорить про Почетина и про Париж, то вам вообще не кажется, что тут дело-то не в главном тренере? Если у тебя настолько несбалансированный состав, если у тебя... Где он несбалансированный? Там все очень хорошо. Ну, давай так, у них супер... Минусы карти просто, и все. Супер звездная атака и просто провал в опорной зоне, в обороне. А как ты можешь играть с нормальной командой, серьезной... Ну, как у них провал? Верати, Вейналдум, Эррера. Три человека, как минимум, которые в состоянии держать мяч очень долго, отдавать пасы и смысле, особенно Вейналдум. Человек, который... Ну, хорошо. Давай здесь... Ну, то есть, условно говоря, я, когда увидел все это трансферы, я увидел состав ПСЖ следующим образом, что у тебя... Ну, на тот момент Рамос еще не двигался, назовем так. Маркиниус, Маркиниус, Хакимии, какой-то там у них еще... Кехер, это защитники. Келлер, да? Керрер. Да, а слева защитник, я не помню, как его зовут, Португес, который вот только-только перешел к ним, забываю все время. Соответственно, у них... Мендеш. Мендеш, точно. Верати, Вейналдум и Эрера, это треугольник, условно, который будет снабжать фланги в виде Месси, Мбаппе и Неймара. Все, ну, по большому-то счету, вот эта схема по... Ну, диамант классический, который не сильно отличается от Барселоны. Один опорник, два полузащитника, вингер, вингер, нападающий. Причем нападающий, я причем-то думал, что это будет, ну, никак не Мбаппе, я думал, что это будет как раз Месси, который будет спускаться вниз и там налево-направо раздавать, а как раз быстроногие Неймар и Мбаппе займут фланги и при поддержке Хакими будут спокойненько все это делать. Но травмы, во-первых, и вот эта нестабильность лидеров, она каким-то образом, ну, в минус почти, но очень сильно идет. Хотя там еще есть Демария, там еще есть Дракслер, там еще Бранд, там Донна Румана Вас. Господи, тут такой состав, но как можно с таким составом не выигрывать там с хоккейным счетом, условно говоря. Ну, хорошо, вот мы сейчас посмотрим. Ну, хотя бы там у команд, которые не могут ничего противопоставить. На самом деле, во всей этой истории стоит не забывать о, например, таком матче, который произошел у Парис Сен-Жермен в группе Лиги Чемпионов с Манчестер-Сити, где они Манчестер-Сити переиграли. Ну, да. Никого-нибудь в Манчестер-Сити. Согласен. Это как ни крути, если чемпионы от Франции, они будто бы автоматом в очередной раз возьмут, потому что, ну, в первую очередь живет этой идеей победы в Лиге Чемпионов, все равно, с учетом того, что это не в длинный чемпионат, что это матч и плей-офф, все может быть, все равно состав с таким количеством звезд, с таким потенциалом индивидуального вот этого перформанса может переиграть кого угодно. Поэтому я все равно с особым интересом буду запасывать и следить в Лиге Чемпионов. Окей, хорошо, следить недолго, давайте, не знаю, я готов поспорить, что Реал их выберут из Лиги Чемпионов. В целом, три заброса на Венисиуса, если он не заболеет и не сломается, два он забьет. Мне кажется, основная ударная сила в этом сезоне это Бензема. Человек, колоссальная беговая работа, огромное количество подборов, ударов, пасов и открываний делает, а как раз Венисиус, это вот тот, скажем так, он орудие, конечно, да, условное оружие, которое можно использовать, как забегание, потому что Бензема на себя стаскивает огромное количество людей, и опорника того же, и защитника, и Венисиус этим очень хорошо пользуется. И это прекрасно. Мне кажется, сейчас, почему в противостоянии, условно, противостояние ПСЖ и Реала является фаворитом, потому что у них сформировалась за этот сезон какая-то стабильная футбольная химия, которая позволяет им подстраиваться под соперником, не теряя своих сильных сторон. Потому что у Модрича какая-то там третья-седьмая уже молодость пошла, человек 36 лет, забивая там в касании. Защитная линия в коем-то веке стабилизировалась более-менее там нет откровенных провалов. Куртуа пенальти тащит. Ну, трофей они сейчас взяли, опять же, суперкубок. Барсу выиграли. Ну, как, не выиграли, конечно, там 2-2, но... Ну, в классику достаточно уверенно было в чемпионате. Я думаю, что в данном случае игровая химия у Реала выше, чем у ПСЖ. И вот самое интересное, что... ну, слушай, ну, стабильнее. И как минимум, как минимум, тренер сейчас такой, что... Вот я все время подчеркиваю, что у Анчелотти один из главных навыков это реально умение влиять на больших футболистов, быть для них очень серьезным авторитетом. Папой. Вспомните, ну, с кем Анчелотти играл и каких результатов он добивался, какие у него звезды были, какие у него звезды в миланомские времена были на банке в том числе. Поэтому сейчас Реал действительно гораздо более таким собранным, стабильным смотрится. Единственный такой момент, который меня смущает, это все из-за разряда если бы да кабы, но действительно очень большая зависимость в плане результативности, ну, про то, какое влияние Бензова оказывает вообще на футбол весь Реал, я молчу, но именно вот по результативности от вот этой связки Бензова и Венисиус, да, если кто-то вдруг из-за чего-то, ну, все-то коронавирусное время, выпадет, то это будет очень-очень большим ударом, у ПСЖ как-то не крути, такой зависимости нет, то есть не сыграет на Эмар, окей, у тебя есть там Демария, Месси, Икарди, и все остальные, хотя, конечно, если вылетит Мбаппе, то вот это уж сложно заменить. Зависимости от конкретного игрока нет, но я абсолютно убежден в том, что у них есть зависимость как раз вот от этого своего слишком звездного состава, когда у тебя не возвращается 3-4 человека в оборону, у тебя просто неизбежно будут там Ренны всякие, даже Лили, и Лили сейчас хороший, но там Лориан какой-нибудь, они будут убегать и создавать моменты, и если это, да, Сити, они сыграли образцовую игру, вопросов никаких, это здорово, но они так должны играть каждый раз, каждый раз так сыграть не получится, и если убегает Лориан и Ницца в матче с Парижем, то уж, что говорить про Реал, поэтому, честно говоря, мне интересно другое, вот про Зидана ведь не скажешь, что это мы здесь сто раз обсуждали, что это тренер, там, революционер, что это тренер, который что-то придумал, гвардиолог, лоб, да, безусловно, а Зидан просто не делает лишнего ничего, и вот... он прямо вот в этой точке зрения очень сильный авторитет и психолог, то есть, с ним тяжело спорить, мне кажется, вот он зашел в раздевалку, он сказал, я вот так хочу, так надо, и ты такой, ну, человек столько поиграл, столько выиграл, наверное, ему виднее, то есть, мне кажется, он нашел вот эту тонкую грань между таким дружеским подходом и авторитарным, то есть, у нас все равно есть тренера, которые прям жестко, а есть, которые слишком мягко, вот он где-то вот ровно посередине, потому что, мне кажется, ну, как можно спорить с Зиданом, человеком, который столько сделал для мирового футбола, во-первых, и во-вторых, который выиграл столько, как тренер уже с Реалом. Мне кажется, если мы говорим о вот этой истории перехода Зидана в Парис Сен-Жермен, переход, хотя, да, тоже в каком-то смысле тратил. Переход, да. Ну, здесь вообще по всем показателям в точку. Француз, суперзвезда, уже с опытом, с победами в Лиге Чемпионов, которых так не достает Парис Сен-Жермен, и что мне больше всего нравится в Зидане, это некий такой тактический минимализм, так я это назову, что ли, умение какими-то крохотными перестановками, может быть, незначительными, но реально изменить там ход встреч и умение работать именно со звездами в этом плане. Ну да, кстати. Можно вспомнить ту самую победу в Лиге Чемпионов над Ливерпулем. Да, окей, там Рамос сломал Салаха и так далее, но помните, он немного... Начинается. Нет, нет, я к тому, что он немножко реконструировал историю выхода из атаки, выхода из обороны в атаку через середину поля, поменяв там позиции Казимиру и Модрича. Ну да, и Ливер посыпался. Ну не то, чтобы посыпалось, это так было важно в контексте вот этого прессинга Ливерпуля. То есть, ну, я до сих пор вспоминаю. Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь. Идеальный тренер для Париса Сан-Жермен. Для меня идеальный. Ну вот я тоже думаю... Уже хочется посмотреть на Париса Сан-Жермен Дзедана, не по чекингу. Ну и при этом там возможно поуменьшится количество звезд, потому что говорят, что... Ну мы тоже уже обсуждали здесь, что Мбаппе будет объявлено о его переходе после матча с Реалом, именно в Реал. И сейчас все уже согласовано, просто пока об этом не время говорить, чтобы не нервничать. лишних выше крыши. Ну вот честно, они понабрали в свое время, но я думаю, что времена Дракслера подошли к концу уже. Человек не играет толком. Я думаю, что и Икардио уже до свидания. Ну посмотрим. Есть перегруз. Сколько таких историй, когда какой-то... Вот в Бельгии хорошая история. Пусть туда переходит. Тем более, слушайте, Икардио, если с футбола он завяжет, у него там есть кому утешить его. Это правда, да. Там нормально все. А заговорили про выигрыш Реалом Кубка, но для меня лишь самое главное в этом матче был пенальти отбитый Куртуа. Да. Такого Акинфеева дал, что... Ну, смотрел парень, видимо. Да. Один в один, кстати, повторил. Просто тоже ногой левой в прыжке. Бодзема, кстати, стал самым трофейным французским футболистом за всю историю вообще французского футбола. И это при всем при том, что со сборной он взял только, по-моему, Лигу наций. Да, то есть он на Чемпионах не играл, он же этот, шантажист. Лишняя, ну да, лишняя вот история в пользу того, насколько крутой футболист. Он еще классно сделал интервью, дал интервью, посмотрите, почитайте, если вдруг не попадалось вам на глаза, где он, в частности, тонко подметил вот эту историю, связанную со статистикой. О да. То, что его воспринимали как, может быть, не самого звездного футболиста, просто потому, что... Глядя исключительно на статистику, которая всегда была в пользу Криштиана Роналду, это понятно, но для него, он так и сказал, для меня самое важное то, что футболист делает на поле, а не то, что там на тобой и в газетах и на сайтах написано. Это вообще проблема поколенческая, потому что это вот такое представление о футболе через менеджерские, в смысле, игры. Да, через призму цифр. Да. Типа, смотрите, человек забил три, хет-рик сделал, все, оценка 10. Молодец, ура, ура. Мне кажется, это все-таки триггерило в Бензема, потому что он припоминал наверняка вот те времена, когда он был явно в тени, хотя делал очень многое, и тогда он делал очень многое для Реала в контексте игры. Ну, мы помним все эти истории, как он на себя там отвлекал внимание, позволял раскрываться бомбардирским качеством Роналду и так далее. Вязался в какую-то комментирую историю, очень много раздавал голевых передач, но все равно, мне кажется, он говорит про там многих болельщиков, фанатов, но сейчас все равно, если мы о СМИ говорим, все равно появилось достаточно количество экспертов, которые более глубоко футбол там воспринимают и препарируют, преподносят его. у нас есть такие истории, как там Модрич берет золотой мяч, это явно не про статистику, это как раз про влияние на игру, разговоры про Жоржиню, которого, кстати, многие из звезд, сейчас, когда была премия FIFA на лучшего игрока The Best, немногие его поставили там в тройку или даже на первое место. Хотя человек в один год выиграл и Европу, и Чемпиону. Я просто о том, что Бензема и прав, и не очень. Это скорее его такая болевая точка была, поэтому он рассказал об этом. Ты смотри, прям как его судья говоришь. Ну, в целом, ты прав, но не очень. Но в целом, реально, восприятие футбола не только восприятие статистики. Слушайте, то, о чем ты говоришь, это надо реально в футболе разбираться, вот честно. А у нас же сами футболисты в футболе не разбираются, говорят же так, когда они спорят с судьями. Нет, в футболе не разбираются, а не в правилах. В правилах, да, в правилах. Я к тому, что на сегодняшний день найти человека и какого-то фаната Реала, и ты ему скажи о том, что кто-то вот забивает меньше, но он лучше, чем Бензема, там такие оры, крики начнутся. Потому что это надо прям разбираться, честно. Ты смотришь на Бензема, никто же вот такое понятие, как там беговая работа, отборы, ну, даже не смотрят. Забил три, все, герой, эй-эй-эй. Ну, к сожалению, это такое, В общей массе, в общей массе. Хотя на самом деле я не очень считаю, например, вот если нивелировать, убрать вообще забитые голы Криштиана Роналда, человек проделывает, умудряется добежать там на 90-й минуте от своих ворот до чужих на подбор. Потому и забивает. Да, потому столько и забивает. Когда люди сравнивают Месси и Криштиана и говорят, ну, Месси забил там 100, а Криштиану всего 78. Но Криштиана при этом отобрал еще, еще и отдал. И в какие моменты он это забил и сколько он пробегал. Подожди, сейчас мы как бы начнем эту вечную историю. То есть ты сейчас в секте Роналда Веров, да? Нет, я в секте, ну, статистики не хочется говорить, но просто очевидных вещей, вот честно. Потому что Модрич, человек, который в 36 делает то, что у нас в нашем чемпионате не делают люди в 20. Ну, не успел. Это достаточно странное и сраное. тоже сравнение, да, потому что... Я к тому, что... у нас свой Модрич есть, Криштиан Нубо, вот он в 36 делает... Ну, то есть с поправкой, конечно, что может быть разного уровня, Почему вы не Жиркова взяли? Ну, подожди, он только перешел, кстати, очень смешно было, Жирков перешел в клуб, которого он старше на 14 лет. Да, это я видел, да. Правда, тут же привели пример, что есть клуб Краснодар, где все игроки моложе, моложе клуба, но Химки все-таки подольше существуют. Старше. Старше. Старше, да, старше, да, да, пардон. Специально залез, посчитал, ну, где-то половина обоймы это ребята, которые все-таки моложе Химок. Мне было интересно, сколько таких игроков, но все равно сравнение интересное, да, и то, как будут выглядеть Химки. Я бы посмотрел, честно, достаточно странный проект, ну, я имею в виду составка именно на... Когда мы вроде бы говорим про будущее, говорим про изменения такие тектонического свойства в российском футболе, что вот молодежь, биздаль со своим прессингом, молодые команды и так далее, Галаров, вот молодые бомбардиры, то появляется команда, которая, ну, просто... Опытом берет. Берет тех, я вот все жду, когда Погребняк еще, кстати, появится в Химках, мне кажется, идеальный момент, тоже из Алфаэла его вытащить, и нормально. Подожди еще, может, Роман Адамов подъедет. Это уже слишком. Почему? Откуда мы знаем? Я же, кстати, не сказал, какой Погребняк, их несколько. Да, и брат Кирилл еще есть. Но Кирилл вряд ли там... Такая история с Кокуриным. Он же, кстати, был в той тусовке. Ну, хорошо, давайте про двусмысленность немножко поговорим в следующей части. Вот что я имею в виду про двусмысленность. Значит, играют между собой Интер и Аталанто в чемпионате Италии. Матч, вот если бы они сыграли нормальными составами, была бы, конечно, просто песня. Ну, там слишком много народу не было. У Аталанты... Не-не-не-не, у Интера были все. У Аталанта действительно. У Интера вообще все. В этом и фишка, в этом и некий такой казус. Такого быть не может, но действительно, Интер абсолютно полностью... Состав, которым они выиграли... А вот у Аталанта был действительно там... Почему еще многие удивлялись? Вот зачем, мол, Миренчуку перед трансфером, перед арендой выходить? Так просто там не было никого, кроме Миренчука на скамейке запасных. Там на всякий случай массажер переоделся. Да. Красиво. Так. Короче, двусмысленность заключается в твите Наполи. Так. Которые написали... Ну, в общем, поздравили Аталанту и Интер с очень красивым, с очень развлекательным, как они написали, матчем, в котором все было в равную. В общем, короче говоря, они... СММщик Спартака укусил. Видишь, в Лиге Европы. Ну, это сарказм был. Табличка сарказмом. Да-да-да, естественно. Отчего они выступают? Отчего им не нравится? Да, мне кажется, конкретному человеку что-то не нравится. Ну, вряд ли там СММщик заходит в раздевалку и говорит, ребят, ребят, слушайте, хочу вот такую штучку запостить. Вы как? Погоди, Миша, ты какой-то странный какой-то. Говоришь, табличка сарказм. Ну, да, юмор, сарказм. Ну, типа они сказали... Ребята, спасибо за зрелищину. Дело-дело-дело-дело это не в факте этого выступления, а просто в некотором стиле, который, кстати, в Италии не превалирует. Это у нас вот такая мода, постоянно подъем, там друг друга, да. И подъем. И в этом плане, конечно, выбился в лидеры давным-давно у Спартак. Такая достаточно спорная история. Мы у тебя здесь это обсуждали. Стоит ли прям вот делать такой упор на... Не то чтобы даже иронию, иногда даже троллинг. Прям такой жесткий троллинг в своем СММ. Ну... А почему? Не знаю, не знаю, не знаю. Ты как бы не забываешь, большой клуб, большая аудитория. Немного солидности должно быть. Если это аккуратно и... Давай так тебе скажу. Я больше вот не за такие штуки. Окей, да, троллинг время от времени это хорошо, это позволяет расширить горизонты подписчиков. Мы знаем, что сейчас происходит с ТикТоком Спартака. Ну, просто блеск, да, в мировых лидерах. Но для меня гораздо круче вот как то, что Спартак сделал, например. Помните, дэй-матчи, матч-дэй у них были, когда они как-то все это связали с Mortal Kombat. То есть какие-то берут тематики, все это... Ну, как Ростов и острые козырьки. Ну, например. Вот такие темы, они более оригинальные и... Нет, когда СММ работает на клуб внутрь, то есть вот как ты говоришь, когда Ростов острыми козырьками представляет команду, когда Спартак свою же команду в рамках Mortal Kombat, когда внутрь направлена энергия, тогда круто. А когда с целью, вот если стоит конкретная цель обидеть, унизить, а такое бывает... Ну, вот это это. А что, Наполи не играет скучных матчей? У Наполи не бывает... А со Спартаком они очень весело сыграли. Что-то так завел. Что-то завел. Не, подожди, подожди. А Наполи на каком сейчас месте в серии А? Ну, далеко. Не на первых. И они же, по-моему... Миш, Миш, Миш. Отстают же от Аталанта, правильно? Подожди, Миш, но это так не работает, Миш. Нет, Аталанта, они переходят, они третьи. Они третьи. Это же так не работает. Ты знаешь прекрасно, что в мире троллинга побеждает тот, кто побеждает. Среагировал. Да, и даже не в этом дело. Ой, наоборот. Сейчас объясню. То есть мы же прекрасно понимаем, что если бы Селихов не отбил тот пенальти на последних секундах в Польше, да? Ну да, ничего бы не было. Все бы вообще сложилось бы иначе. И это СММ Наполи троллил бы Спартак за те все уколы и так далее. Но в данном случае, ну, раз вы в этой ситуации чувствуете какую-то выигрышную позицию, можете уколовать. Ну, это... Ну, подожди. Все равно про это забудут через три дня. Слушай, ну, просто мне кажется, здесь все логично. Наполи опережает Аталанту. Они, видимо, переживали, что если бы Аталанта одержала победу, они бы приблизились к ним, а это все-таки Лига Чемпионское место, они бы их выбили. Да не надо... Зачем так глубоко копать? Подожди, подожди. Зачем вы копаете глубоко? Это просто троллинг в соцсетях. Здесь важно именно позиционирование в медиа исследовать, а не вот эти турнирные расклады. И мне кажется, самое важное нужно понять, это все-таки какие-то разовые акции или это стиль своего поведения. Вот у Спартака это стиль. Они прям троллят из раза в раз регулярно. Точнее, у них много и другого, кстати, интересного в соцсетях, но прям вот эти вещи становятся превалирующими. У Наполи, я не помню, чтобы это было прямо стилем. Ну просто сиронизировали. Типа, ребята, сиронизировали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!